Общая протяженность автомобильной дороги Кочкор-Эпкин, которая является отрезком альтернативной трассы Север-Юг, составляет 27 километров. На сегодня строительные работы ведутся на 15 километрах. Это свободная от населенных пунктов территория. В середине сентября этого года уже начато устройство асфальт-бетонного покрытия. На сегодняшний день асфальт-бетонное покрытие уложено на протяжении полтора километра с одной стороны. Подрядчик планирует в этом году завершить работу по устройству асфальт-бетона на 10 километрах. Оставшиеся 12 километров этого участка дороги проходят через домовладения местных жителей, которых из-за строительства нужно переселить и выплатить им компенсации. В этом году на участках с населенных пунктами не ведутся работы. Завершается выплата компенсации всем землевладельцам, домовладельцам. В этом году эти процедуры завершатся и на следующий год начнутся работы уже в населенных пунктах. В целом работники полностью обеспечены стройматериалами и техникой для укладки асфальта-бетона. Полным ходом идет укладка покрытия и на самом крупном в стране эстакадном мосту через реку Нарын. Он является ключевой составляющей частью альтернативной дороги Север-Юг. Длина данного моста 176 метров, стоимость около 23 миллионов долларов. В данный момент все мостостроительные работы завершены. Ведется укладка асфальта, освещение, тротуарная работа, вот такие мелкие работы. В целом завершены данные работы. Высота эстакады достигает 76 метров. Из них 46 метров – это глубина забивки свай в землю. В крепости сооружения сомневаться не приходится. Даже сами строители восхищаются габаритами этого моста. Я четыре года работаю на этой дороге и впервые вижу такой высокий мост. Думаю, что по всему Кыргызстану он стал первым по своим размерам. Сейчас мы начали укладывать асфальт. Параллельно продолжается строительство тоннеля, который через перевал Кёк-Ард соединит Тогу-Сторо и Джалалабад. Трехкилометровый объект тоже является важным узлом на альтернативной дороге. Строителям сложно работать на такой большой высоте из-за атмосферного давления. В строительстве задействовано 159 работников. Тоннель находится на высоте в 2500 метров. Работу усложняет и то, что в тоннеле имеется вода. Но земельные работы идут днем и ночью. Ширина тоннеля будет 10 метров, а высота – 8,5 метров. После завершения строительства магистраль «Север-Юг» станет транспортным коридором между северной и южной частями страны, а также между ее придорожными районами. Само завершение строительства будет означать успешную реализацию такого крупного инфраструктурного проекта в Кыргызстане.